Уникальные продукты уникального региона. Ренмарская пастила из северных ягод заняла второе место на федеральном конкурсе «Вкусы России», обогнав знаменитый Костромской сыр. Наша съемочная группа пообщалась с автором рецепта за полярные сладости и выяснила, откуда берутся простые, но гениальные идеи для малого бизнеса. О природном богатстве и потенциале Ненецкого округа говорят часто, но немногие способны разглядеть свежую идею для бизнеса из того, что буквально растет под ногами. Иван Цартаков смог. Все началось более чем прозаично. Как любому родителю, Ивану хотелось, чтобы его ребенок употреблял только натуральные продукты, например, пастилу. Кто начинает заниматься производством пастилы в основном? Это мамочки, которые сидят дома, хотят, чтобы их ребенок кушал здоровые какие-то вкусняшки. Не магазинные пастилки, которые сейчас очень преобладают. Просто в большом ассортименте заходишь и чего только ты там не находишь. И Белевская, и Небелевская, и детские какие-то пастилки. Начинаешь читать состав, и ты понимаешь, что это, ну, все это химия, как бы, есть там что-то натуральное. Начался долгий процесс поиска идеального рецепта, подбора соотношений ингредиентов, эксперименты. И на свет появилась она, уникальная в своем роде пастила из северных ягод. Производством натуральной сладости Иван занимается сам. Процесс от подготовки ингредиентов до готовой продукции занимает 16-17 часов. Каждая ягода требует к себе какой-то корректировки на рецепт. То есть, где-то больше надо добавлять печеного яблока, где-то меньше. Ну, соответственно, мед везде идет одинаковое количество. Он нужен там для того, чтобы пастила не трескалась. То есть, она как связующие элементы. Сейчас при поддержке Центра развития бизнеса индивидуальный предприниматель доводит до идеала упаковку. Потому что внешний вид и хранение – очень важная часть готового продукта. Уже есть запросы с других регионов на экспорт пастилы. Да и местные покупатели буквально разбирают каждую новую партию сладости. Мы считаем очень важным поддержку малого бизнеса, особенно при разработке и запуске новых продуктов. Вот, например, как пастила из северных ягод. Это очень перспективный проект, в том числе и для развития экспорта в дальнейшем. Заявка на гастрономический конкурс «Вкусы России-2020», проводимый Министерством сельского хозяйства, была отправлена просто из интереса. Никто не ожидал победы начинающего предпринимателя на таком высоком уровне. Предприниматель получает комплексную поддержку от Центра развития бизнеса, от разработки логотипа до сертификации. Также мы максимально информируем наших бизнесменов о федеральных конкурсах, полностью сопровождаем заполнение заявок и подачу этих заявок. И вот в результате получился такой приятный сюрприз в конце года. Сейчас Иван параллельно занимается изготовлением авторских джерок – кусочков вяленого мяса оленя. Это еще один перспективный проект, который уже любим как жителями Нарьинмара, так и в других регионах. Я думаю, что, может быть, в следующем году, если будет такой же конкурс, я думаю, что мы заявим все-таки свои жарки. Пускай там были и с Ямала, и, может быть, и Ханты-Мансийск там представлял своих оленей, и кто там еще. Но я думаю, что наш олень ничем не хуже, и тем более, что рецепт, в принципе, на 99%. Он и авторский, и он, в принципе, экологически чистый. Сейчас, к сожалению, мясная отрасль, ее нет 100% экологически, там какой-то чистый, безопасный. Там все равно добавляется какой-то консервант, который позволяет твоей продукции оставаться свежей на протяжении долгого года. Ненецкий округ представляла также компания ЕРФ с мясной продукцией. В общей сложности на «Вкусы России-2020» поступило около 500 заявок из 79 субъектов Российской Федерации.